Благотворительный фонд «Это чудо» Это обычное занятие по прививанию социально-бытовых навыков. Можно считать его уроком этикета. Молодых барышень учат, как правильно накрывать на стол и пользоваться приборами, знания, без которых в наше время просто не обойтись. Наташа запомнила все с первого раза. Ножик должен лежать с правой стороны острым концом к тарелке, вилкой с левой стороны, чайная ложка сверху. Так, сверху. Хорошо. Чайная ложка для чего нам необходимо? Чтобы есть десерт и перемешивать чай. Далеко не все современные девушки могут похвастаться умением готовить. Сегодня, девочки, мы с вами будем готовить завтрак. Необычный завтрак. Наташа уже владела определенными навыками и теперь их совершенствует. Задание с каждым разом усложняется. Кулинарными премудростями с девочками делится мастер производственного обучения. Яичницу она готовит с соблюдением технологии, попутно раскрывая некоторые секреты. Нам самим было интересно узнать, что перед изготовлением сердечка сосиску необходимо на 30 секунд опустить в кипяток. Так она будет пластичнее. И, конечно, нельзя забывать о качестве продуктов. Прежде чем приготовить блюдо из яйца, мы должны проверить яйцо на свежесть. Как мы определяем яйцо на свежесть? Пускаем в воду его. Пускаем в воду, Наташа. Ну, давай. Что должно произойти с яйцом? Пускай, не бойся, не бойся. Что должно произойти, Наташа? Свежее яйцо должно у нас... Что делать? Не свете. Еще несколько минут и оригинальный завтрак готов. Сердечко с солнышком определенно сделает день добрым и приятным. Наташа умеет радоваться таким мелочам. Как и многим 14-летним девочкам, ей нравится все красивое, яркое, теплое. Уже сейчас она старается усвоить как можно больше полезных знаний, которые в будущем помогут ей сделать свой дом уютным, а себя нарядной. У Наташи хороший вкус. Причем это проявляется не только в рукоделии, но и в сценическом искусстве. Она – бессменный звукорежиссер и главный помощник руководителя театральной студии. Мы вместе с ней сидим за компьютером и пытаемся представить, как под эту музыку будут наши персонажи танцевать. Даже я попрошу иногда ее станцевать, повторить вместе со мной движение, потому что она замечательно танцует. Кстати, она занимается также и в танцевальной студии «Импульс», в школьной танцевальной студии. Надежная, креативная, в хорошем настроении всегда, позитивная. Мне очень нравится с ней работать. С ней работать легко, улыбчивая и заводит других ребят. Она лидер по натуре, поэтому ребята тянутся за ней, пытаются соответствовать, особенно когда она играла какие-то роли. И сейчас тоже. Нет-нет, да, я могу, по крайней мере, ненадолго отлучиться и оставить на нее репетицию, попросить ее присмотреть. Она сделает отдельные замечания, по крайней мере, я уверена в ней. А еще Наташа спортивная девочка. В детдоме спортивного инвентаря достаточно. Зимой она предпочитает лыжи. Неудивительно, лес совсем близко. Прокатиться среди заснеженных елей – одно удовольствие. Наташа любит кататься и размышлять о чем-нибудь. Например, о том, что такое дружба. Доверять друг другу. Помочь в трудной беде. Быть с ним. Когда одинок ему. Как и многие ребята, воспитывающиеся в Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Наташа тянется к взрослым. Оно и понятно. Человек с опытом и мудрым взглядом на все происходящее должен быть в жизни каждого ребенка. Они уже настолько к нам привыкли, что мы для них уже, ну, можно сказать, родные. Они подходят со своими радостями, со своими проблемами, делятся самым сокровенно. Иногда обращаются за помощью, когда не знают, как выйти из той или иной ситуации. Пройдет не так уж много времени. И Наташе, подобно остальным участникам нашего проекта, предстоит отправиться в самостоятельное плавание. Воспитателей рядом уже не будет. И кто-то должен их заменить. Ведь чем больше у человека друзей, тем лучше. Как, например, домашние дети могут подойти и рассказать маме. Все свои радости, поделиться горестями какими-то, проблемами. Вот именно такой человек и нужен, не стесняясь, не скрывая ничего. Ребенок, чтобы подошел и рассказал все, что у него на душе. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин